Приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как выполнять сабнетинг то есть рассчитывать айпи под сети с помощью айпи калк если вы на месте если вы готовы проверка связи ми 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 напишите плюс в комментарии или в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему в этом коллеги присоединяйтесь и так что вам потребуется для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса вам понадобится статья из нашего блога ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате потом переходите по ссылке здесь будут все необходимые команды не нужно будет видео ставить на паузу всматриваться потом писать с ошибками и так дальше все можно взять из статьи и это как по мне очень очень здорово ну и второй важный момент что вам понадобится это собственно консоль в linux в которой вы будете это дело все выполнять поэтому открывайте запускайте и будем двигаться вперед следующий важный момент теории давайте немножко поговорим про теорию что такое ip адрес что такое под сети ну и вообще зачем это дело все нужно итак ip адрес это адрес компьютера в сети этот адрес и иерархический логический и уникальный что важно то что с помощью ip адресов получается каждый компьютер адресуется и благодаря этому мы можем передавать информацию между всеми нашими компьютерами что интересно коллеги то что сам по себе сам по себе адрес он бестолковый и для того чтобы определить размер сети появляется такой параметр который называется маска под сети таким образом с помощью маски под сети вы всегда определяете размер вашей сети таким образом всегда получается вас не только ну то есть для того чтобы компьютер работал сети вам нужен не только ip адрес а нужна еще маска под сети что важно то что раньше была классовая ip адресация с помощью классов по сути определялась маска под сети по умолчанию ну например если первые биты первого актета ip адреса в двоичном виде начинались с нуля то например это был класс в сети и и соответственно маска под сети было слышь восемь дальше класс b10 соответственно это было у нас уже сеть класса b и маска соответственно слэш 16 c 110 соответственно маска была уже слэш 24 таким образом раньше было классовая адресация но сейчас коллеги сейчас уже двадцать первое тысячелетие вот классовая адресация не используется за того что быстро закончились айпи адреса таким образом получается что сейчас перешли на использование в лсм в райте лэнгс сабнет мэс маска переменной длины и соответственно бесклассовая айпи адресация и маршрутизация таким образом получается вам необходимо уметь рассчитывать размер сети рассчитывать маску под сети рассчитывать шлюзы всякие да то есть вот кто что куда попадает в какие подсети какие айпи адреса но и по идее это дело все нужно уметь делать в уме вот что важно наши студенты на курсе сессионной кто изучает сети это умеют делать в уме ну а если вы не учились на сессии ну или подзабыли то тогда коллег есть такой инструмент который называется айпи калк который вам поможет в этом самом расчете вот этих самых под сетей вот такая вот интересная штука итак поехали первое что вам необходимо сделать это установить вот этот самый айпи калка значит здесь вот в статье есть команды различные команды для различных операционных систем для дебина убунты минта а пт-инстал айпи калк ну если у вас там redhead и fedor и всякие там тоже это дело все расписано да поэтому первое что мы выполняем это установку айпи калка и так делаем сюда а пт-инстал айпи калк нажимаем enter вводим пароль так и соответственно дальше будет выполнена установкой так установка выполнена значит что важно рекомендую вам в первую очередь заглянуть на man страницу потому что там есть весьма важная и как говорится полезная информация которая вам поможет ну и вообще учитесь читать man страницы это вообще в жизни пригодится так поехали man айпи калк и соответственно что мы видим мы видим здесь весьма полезной опции значит можно убрать цвета можно не выводить побитого можно указывать класс можно выводить класс то можно все генерировать виде html страницы вот весьма полезная опция да если вам где-то это нужно ну и дальше вот самая интересная коллеги опция которая позволяет разбивать сети на подсети по сути заниматься вот тем самым в лсс нам вырайте лэнг сабнет мэс то есть вы можете большой диапазон айпи адресов разделить на необходимое количество под сетей соответственно минус с и дальше просто их перечисляете и все это дело можно вот так вот использовать ну чё здорово значит здесь есть всякий там экзампл если можете посмотреть но и мы как говорится переходим к использованию этого самого инструмента и так поехали значит начнем наверно самого простого это просто запустим и посмотрим что нам напишет наш айпи калки так айпи калк дальше пишем ip адрес ну неважно какой там 192 168 78 15 и соответственно вот я нажимаю enter и что я вижу я вижу все это дело разложено в двоичный вид и соответственно как это дело все выглядит и что важно если вы маску под сети не указывайте то используется маска под сети по умолчанию то есть используется классовая адресация еще раз первые биты первого актета в нашем примере начинаются с 110 соответственно это класс сети c и таким образом маска под сети здесь по умолчанию слэш 24 слэш 24 то вот здесь вот смотрите выделено вот первые биты первого актета 110 соответственно это класс сети c таким образом маска под сети по умолчанию здесь слэш 24 вот она здесь собственно задано и четко это дело все видно вот здорово но еще раз классовая адресация сейчас не используется поэтому вот ценность айпи калка как раз состоит в том что он вам поможет посчитать все вот эти маски сети так дальше и так поехали значит айпи калк 192 168 20.0 ну и например например мы хотим сделать там под сеть слэш 10 нажимаем enter и пожалуйста здесь все у нас рассчитано то есть адрес сети network адрес first хост айпи адрес вот он пожалуйста last хост айпи адрес последний сетевой айпи адрес бродкастный широковещательный адрес ну и количество айпи адресов которые могут быть в этой вот сети здорово да то есть расчет происходит автоматически сейчас в чат кто-то там напишет о где эта штука была когда изучал системой да коллеги здесь видите как все она легко ну особенно легко если вы еще и умеете это дело считать все дату то прям очень легко еще раз ну как бы если вы теорию плохо знаете или не знаете инструмент айпи калк вас не спасет поэтому это как бы вспомогательный инструмент он хорошо будет работать если вы все это дело хорошо понимаете ну или второй пример да давайте еще пример вот вы там рассчитываете там не знали там получили блок айпи адресов блок айпи адресов какой-то тому провайдера там там 192 168 35 или 45 15 например там ну или не 15 какой-то там ну давайте там 0 да и маска вас там slash 27 например там да опа и все вот пожалуйста вас все посчитано да то есть вы сразу видите и в двоичном виде маску вы видите вайлд карт маску да вот адрес сети опять-таки биты первого акте то вот они сразу понятно что этого за класс первый узловой айпи адрес first host айпи адрес последний узловой айпи адрес last host айпи адрес бродкаст широковещательный адрес ну и количество компьютеров которые могут быть в этой сети да то есть это будет два степени n минус 1 ну что значит n коллеги n это означает что количество бит в узловой части у меня вот они они отдельно видите отделяется до таким образом здесь у меня 5 бит 2 в пятой степени 32 минус 2 получается 30 узлов может быть в этой вот сети здорово да то есть вот так вот это дело все рассчитывает и на самом деле это весьма весьма прикольно классно и так дальше едем дальше значит следующее до тренируемся опять-таки можете по запускать у себя потренироваться и будет вам это весьма прекрасно и так едем дальше значит айпи калк дальше вам провайдер выделил блок айпи адресов 192 168 20.0 ну например там слэш 24 там и дальше вам нужно разбить на подсети на подсети соответственно используем опцию минус с и соответственно указываем какие вас сколько вас компьютеров сколько узлов будет в подсети ну например мне нужно сделать подсеть вот с десятью узлами соответственно я ставлю минус с 10 нажимаю enter и пожалуйста что я получаю я получаю вот такую вот сеть пожалуйста вот она у меня до соответственно все параметры этой сети заданные 192 168 20.0 слэш 28 опять-таки посмотрите вот сетевые биты они отдельно выделяются соответственно первый узловой айпи адрес последние узловой айпи адрес браткаст ну и сколько компьютеров сети здесь может быть до 14 таким образом все это дело рассчитывается и правильно округляется да то есть сеть вы не можете сделать на 10 узлов вы можете сделать кратной степени двойки то есть 8 но не 8 там сколько 6 дальше 14 и так дальше 30 до то есть кратной степени двойки таким образом округление произошло до 16 минус 2 1 а сетевой адрес мы отнимаем и последний браткаст тоже мы отнимаем таким образом получается сеть на 14 компьютеров прекрасно здорово да ну и вот давайте дальше тренироваться дальше тренироваться вам нужно рассчитать сетей побольше 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 ну например первая сеть вас 10 компьютеров 2 20 компьютеров 30 30 компьютеров ну а четвертая сеть 40 компьютеров можно так это дело все разбить да можно и так нажимаем enter и вот здесь вот у меня все это дело высветилось значит смотрим вот в начале api calc пишет сеть которая дана изначально до 20.0 24 соответственно в этой сети может быть 254 узла ну а дальше api calc сам это дело все разделил и так первая сеть на 10 компьютеров вот она пожалуйста перед вами соответственно произошло округление до 14 компьютеров потому что должно быть кратной степени двойки дальше вот сеть на 20 компьютеров вот сеть на 30 компьютеров вот сеть на 40 компьютеров ну и вот получается что мы использовали 144 адреса но и у нас еще остались api адреса на вырост сети на вырост коллеги тоже остались смотрите 192 168 20 144 28 160 27 и 192 слэш 26 то есть вот пожалуйста так вот это дело все красиво разбилось плюс еще есть сети на вырост ну и дальше вы можете это все назначать на ваших маршрутизаторах на ваших там виланах вот и пожалуйста все это очень даже детально расписано и так дальше да значит еще давайте потренируемся опции в да какие у нас там опции минус b соответственно пожалуйста будет без бинарных без бит но я считаю что питы должны быть ввиду того что так как бы понятней да и сразу будут вот эти сетевые биты вот они здесь и высвечиваются и это удобно дальше с опцией минус n будет без цветов ну так наверно красивее что ли или лучше видно не знаю смотрите сами и есть опция минус h которая позволяет сгенерировать сгенерировать в html и все пожалуйста вот он этот html единственно что нужно сделать перенаправление вот network . html и значит network html ну и теперь давайте мы фарфоксом это дело все откроем и так значит файл open файл и пожалуйста network html нажимаем open и вот это дело тоже вот так вот у меня все открылось да ну не совсем корректно правда ну вот она но тем не менее коллеги тоже все отрисовалась тоже все видно вот пожалуйста все это дело есть ну как по мне весьма даже неплохо вот такая вот интересная штука так ну чё здорово значит что я закрыл это дело все так вот так значит с этим ясно дальше коллеги вот что еще хотел показать значит разбивку показал 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 одним словом очень удобно и рекомендую ну и вообще даже если вы тертый айтишник я вам рекомендую пользоваться и пикалка ввиду того что бывает такое что вы что-то там настраиваете вот рабочие системы рабочий маршрутизатор и если вы где-то тут лоханетесь то может все как говорится перестать работать но это такая вот шпархалочка удобная классная которая позволяет все это дело хорошо помнить в лсм легко рассчитывается никаких проблем нету от слова совсем поэтому как говорится берите и пользуйтесь вот ну а если вы пользуетесь каким-то другим инструментом то пожалуйста отпишитесь в комментариях в чате чем вы пользуетесь ну и что вы рекомендуете и так коллеги кому был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком нравликом в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем коллеги мы вас приглашаем к нас на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить это дело все по полочкам выполнить все вот эти задания вот в таком вот формате learning by doing я делаю вызовы повторяете и вас гарантированно все получается на выходе вы получаете международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством большие международные компании поэтому подавайте заявки присоединяйтесь и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя и своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо у вас не получается то пишите звоните заходите все что у наших силах вся наша команда будет вам помогать до свидания